Жительница Кенеля Елена Щипяк в Самаре бывает не часто, но если приезжать в областную столицу, то обязательно заходит в храм Святой Блаженной Матроны Московской. Ну помогает она, да, помогает. Я специально подхожу в отдельник Матроны Блаженной, помолиться. Так что надо молиться и молиться. Храм в честь Святой Блаженной Матроны Московской находится на Безымянке. Но сюда приходят не только жители района, приезжают со всей Самары и даже из других городов. Этим летом в храм из Москвы привезли мощи Святой Блаженной Матроны. Важно, конечно, не забывать, что мощи, почитание святых, оно все христицентрично, оно приводит все ко Христу. То есть это самое главное, через святых Господь подает благодать и помощь. Матрона Московская родилась в 1885 году. Незрячая с самого рождения обладала способностью предвидеть будущее. После того, как об этом даре узнали далеко за пределами деревень, за помощью к ней начали обращаться множество людей. До нем она помогала тем, кто нуждается, а ночь поддавала молитве. Обратившись к людям незадолго до смерти, Святая Матрона попросила приходить к ней как к живой и по возможности приносить на могилу свежие цветы. Поклониться мощам Святой Блаженной Матроны Московской в часы работы храма могут все желающие. Святыня пробудет в Самаре еще несколько месяцев. Никита Колосов, Николай Сидоров, события.